В скиту Серафима Дивеевского женского монастыря в селе Миляево состоялось освящение предела храма в честь иконы Божией Матери Умиления. Всего в храме три предела. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин освящения предела в честь Дивеевских святых. От Нижнего Новгорода до села Миляево городского округа Кулебаки почти 200 километров. Вокруг лес, поэтому паломники редко заезжают сюда. На окраине населенного пункта стоит деревянный храм с необычной прямоугольной звонницей. Это восстановленный скит Серафима Дивеевского женского монастыря. Первые насильницы появились здесь в начале 20 века. Они шли в Миляево по благословению Дивеевской Блаженной. Это место основала блаженная Наталья Дивеевская, которая похоронена в Дивеевском монастыре за Троицким собором. То есть она как батюшка Серафим никогда здесь не была, но по ее благословению здесь купили землю. Приобрели все нужное. То есть она говорила, что здесь построить, каких размеров, какие здания. Благословляла сама сестер сюда. Приходили к ней девушки. Она смотрела на нее пристально и говорила, а иди-ка ты, девка, ко мне на Миляеву. Вот такая она была, необыкновенная. Церковь в Миляеве была освящена в 1903 году в честь иконы Божьей Матери о Милении. Община просуществовала недолго, но судьба этого храма, по сравнению со многими другими святынями, сложилась относительно благополучно. Жительница Миляева Нина Пахомова с 2007 года участвовала в восстановлении скита. Историю этого места она знает очень хорошо. Раньше у нас здесь был храм, куда был монастырь. А потом его закрыли и сделали больницу. Здесь вот был стационар, лежали больные. Здесь даже роддом у нас был, рожали, все у нас здесь было. А вот где матушки живут, там аблатория была, там принимали. Потом два года швейнофабрика была, частно, сумки шили. Потом закрыли, тут даже думали, что хотели вроде как клуб какой-то. Писали мы заявление все, просили в мэрию, чтобы никому не продавали. Это все-таки святыня. Вся деревня подписывались и возили в Кулебаки, в мэрию эти бумаги. А потом, видишь, Господь нам сподобил. В 2009 году приезжал архиерей в декабре. Благословили стройку здесь. Начали вот все разбирать, все эти палаты, все разбирать. Тут, конечно, все было после больницы, там и бутылочков, и шприцов. Все тут все было очень много. Телегами возили все мусор. Храм удалось возродить на историческом месте. В 2013 году был обновлен его главный предел. Сейчас работы по восстановлению Трехпрестольной Умиленской церкви завершились. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин великого освящения предела в честь Собора Дивеевских святых. Ему сослужил епископ в Икзунске и Павловске Варнава. На воскресные богослужения в Миляеве собираются жители окрестных поселений, несколько десятков прихожан. При ските действует воскресная школа, которую посещают около 30 местных ребятишек. Хор школы выезжает выступать в исправительные колонии и дома престарелых. Все это делается силами нескольких монахинь, которые живут в скиту. Всякому человеку, который повстречается в нашей жизни, мы беспредельно должны оказать любовь и внимание. И через это мы будем прославлять Бога нашего. А примером, который нас должны воодушевлять на эти дела любви и милосердия, мы должны брать со святых людей, с наших наставников. Как говорил апостол Павел, призывая нас подражать наставникам нашим и их вере. Аминь. Для насельницы прихожан Миляевского скита такой пример – старицы, великомученики и монахини Дивеевской обители. Веру еще очень ждут, когда к лиху святых будет причислена и блаженная Наталья Дмитриевна, основательница скита. Как раз сейчас идет работа по подготовке материалов для ее канонизации. Субтитры создавал DimaTorzok